Хочу ещё раз причём. Мы эти поганые рот этот, мы заткнём. Но это так и есть. Поганые рот, которые открывают некоторые деятели там за бугром. Как у нас в народе говорят, на каждый рот не накинешь платок. Вот, но... Или как? Роток не накинешь платок. Но вот надо просто этих не запрещать им говорить, а надо показать, какие они... Что это за люди. Какие там моральные уроды, на самом деле. Харьковых политических целей. Добрый день, друзья. На встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге Владимир Путин разошёлся не на шутку. И дело вовсе не в том, что он решил отстоять память Великой Победы. Эту позицию мы отобряем. Но вот откуда все эти выражения, прямо скажем, грубости от первого лица? Эти же мысли можно выразить иначе. Что это было, друзья, как вы считаете? Есть мнение, что таким образом нагнетается атмосфера и даётся сигнал провластным блогерам и журналистам. Разворачивайте крестовые походы против западных хулителей истории. Если эта догадка верна, то в ближайшие полгода мы со всех сторон услышим, как Россию-матушку притесняют на международной арене. Мы в кольце идеологических врагов и всё такое прочее. В особенности по поводу нашей исторической памяти. По другой версии, Путин и не хотел так резко высказываться, но за стенами Кремля отставка Медведева обернулась такой кутерьмой, что Владимир Владимирович просто на нервах. Говорят, со всех сторон на него сыпятся просьбы поставить на ту или иную должность своего человека. Отсюда и возникают подобные пассажи. Я попал совсем недавно с посланием. Ну и там большая часть этого послания посвящена была поддержке семьи с детьми. Потрясающе. Я никогда не мог это даже себе представить. Оказывается, появились те, и сейчас распространяют своё мнение, что не надо государству в таком объёме поддерживать семьи с детьми. Это удивительно просто. Но это есть. Но вот надо просто этих не запрещать им говорить, а надо показать, какие они, что это за люди. Какие там моральные уроды на самом деле. Вот то же самое. Здесь Путин осадил, а по сути угрожает тем лицам, кто не поддерживает новую социальную политику, не поддерживает помощь семьям. И это вовсе не европейцы и не обычные граждане России. Очевидно, это чиновники и эксперты, которые участвовали в подготовке этого послания, в обсуждениях. И президент даёт отмашку, фактически, на информационную войну и против них. Звучит хорошо. Ещё бы социальная политика не состояла из отдельных подачек, а была целостной и продуманной. Вот мне лично было бы стыдно говорить такое. Пока сюда ехал, мне пришла в голову простая, нехитрая мысль. В чём она заключается? У нас 75 лет победы. Поэтому мы окажем, я думаю, это будет оправданно, и люди это поймут, окажем помощь, связанную с этой цифрой. 75 тысяч рублей выделим ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям. И по 50 тысяч друженькам тыла. Получается, у нас и ветеранов-то почти не осталось. Только сейчас додумались выделить им приличные суммы и не в рабочем порядке, а громко, по-особому решению президента. Классика пиара. Вот это очень устанавливается легко, мобильное приложение устанавливается, открывается. Если ветерану, например, нужна какая-то помощь, сходить за продуктами, оказать какую-то помощь, довести до поликлиники или помочь на предусадебном участке, то это можно нажать, и, соответственно, это поступает к нам, и мы вместе с волонтерами начинаем обрабатывать этот вопрос. Вот так. У нас, оказывается, социальная служба работает настолько замечательно, что без специального мобильного приложения и не знает, кому из горстки оставшихся ветеранов нужна конкретная помощь. Вот разработают приложение, и тогда волонтеры смогут помочь ветеранам. А сегодня, в 2020 году, такая работа не налажена. Ну просто великий прорыв. Я думаю, что этот сайт и вообще этот центр будет открытым и для наших граждан, и для всего мира, и мы не позволим вот этим попыткам представить историю в совершенно дурном свете. Хочу еще раз подчеркнуть. Мы этот поганый рот этот, мы заткнем этими документами навсегда, чтобы неповадно было. А большая часть общения была, конечно же, посвящена информационной борьбе с Западом. И даже ветераны спрашивают, а почему же наши дипломаты протесты заявляют, ноты всякие, а больше ничего не делают конкретного? Вопрос-то не решается. Наши памятники сносят в разных странах. На это ответа не нашлось. Также не должны дать забыть о, по сути, геноциде других народов Российской Федерации и бывшего Советского Союза. Чрезвычайно важная миссия. Вот еще раз хочу это повторить. Пускай это прозвучит грубовато, но это так и есть. Это поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром. Для того, чтобы достичь своих сиюминутных политических целей, мы заткнем правдивой документальной информацией. Как у нас в народе говорят, на каждый рот не накинешь платок. Или как роток не накинешь платок. Но поэтому самое главное, на мой взгляд, противопоставить любым попыткам что-то извратить правдивую информацию в этой связи чрезвычайно важна позиция наших ветеранов, в том числе присутствующих здесь. Исходя из текущей политической конъюнктуры, для того, чтобы добиваться, извините за грубое слово, каких-то хорьковых политических целей на момент, когда эти резолюции принимают. А теперь мы дошли до самого интересного. Я вообще не понимаю, зачем. Ну зачем ему, ветерану, понадобилось это говорить? Уважаемый решил, что увидел какой-то вариант, которого никто из кремлевских экспертов разглядеть не смог. Нет, видимо, цель одна. Сделать Путину приятно. Что называется, подлизнуть. И выглядит это крайне жалко и стыдно. Вот нам, старшему поколению, хотелось бы, чтобы в этой статье продолжительность трудовой деятельности по руководству страной президента не ограничивалась конкретными сроками. А чтобы народ потом решал. Даже Путин отклоняет это предложение в очень интересной форме. Он вспоминает гонки на лафетах в позднем СССР, а потом говорит, что уж он-то власть без надежной преемственности не оставит. Связано это у многих наших людей с тревогой за стабильность в обществе, за стабильность в государстве. И за внешнюю стабильность, и за внутреннюю. Я прекрасно понимаю. Вместе с тем, очень тревожно, на мой взгляд, было бы вернуться в ситуацию в середину 80-х годов, когда руководители государства один за одним до конца своих дней оставались у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимые условия для трансформации этой власти. Поэтому вам спасибо большое. Но я думаю, что лучше к такому, к такой ситуации, как было бы в начале, в середине 80-х годов, лучше не возвращаться. Вот так вот. Приемник? Кто сказал приемник? Ничего не знаю. Друзья, нам надо держаться вместе. Только вместе мы сила. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. Ваша активность помогает распространить правду. По возможности поддерживайте нас донатами. Жду ваших комментариев, и до встречи уже завтра. Пока.